Библейский портал экзегет.ру представляет Сначала встретим этого главного героя, потом постараемся понять, почему так. После этих событий царство Непресидского царя Артаксеркса, Эзра, сын Сераи, сына Азарии, сына Хилкии, сына Шалома, сына Садока, сына Ахитова, это его родословная, да, сына Амарии, сына Азарии, сына Мираюта, сына Зарахии, сына Узи, сына Буки, сына Авишуа, сына Пенахаса, сына Илиазара, сына первосвященника Аарона. Не случайно его генеалогия сразу возводится к первосвященнику Аарона, он первосвященник. Этот Эзра пришел в Иерусалим из Вавилона, он был книжником, знатоком закона, данного Моисею Господом, Богом Израиля. Эзру по воле Господа и его Бога, всем, что тот не попросит, наделял царь. Итак, в предыдущих шести главах говорится о том, как израильтяне отправились устанавливать свой храм и город Иерусалим, как они это сделали. И вот в предыдущей главе уже все восстановлено, ну, наверное, там еще много чего нужно дополнить, но, тем не менее, богослужение началось. И Эзра приходит на все готовое, я бы не сказал. Пока что только сцена, пока что только то здание, в котором должно произойти, собственно, главное, появились у нас. И вот теперь приходит Эзра как человек, который должен наладить жизнь в этом Израиле. Да, Моисеев закон предписывает, как совершать богослужение, что чистое, что нечистое, как очищаться и так далее. Ну, смыслы. Но, грубо говоря, вот образ жизни, каким он должен быть. Прошло 70 лет плена, уже больше, потому что еще и храм восстановили, и, соответственно, люди во многом забыли, а, в общем-то, умерли подавляющее большинство тех, кто видел прежнюю жизнь, да и не была она хорошей. В ней было очень много языческого. Как теперь восстановить эту жизнь? Вот об этом и будет основная часть книги Эзра, хотя она самая маленькая. В Иерусалим, в седьмой год правления Артаксеркса, также отправились некоторые сыны Израиля в Артаксеркс, персидский царь, тогда по царям датировали события. Среди них были священники, левиты, привратники и храмовые служители. В Иерусалим они прибыли в пятый месяц седьмого года его царства. Из Уилона они вышли в первый день первого месяца, а в первый день пятого месяца пришли в Иерусалим по благословению их Бога. То есть, смотрите, переселение было не разовое, было несколько волн. Вот первые отправились для того, чтобы пионеры такие, да, расчистить площадку, построить храм, а теперь уже приходят люди на такое постоянное жительство, и у них, конечно, новые вопросы. «Езра твердо от всего сердца взыскал Божьего закон, и стремясь исполнить его и научить Израиле его праведным установлениям». Царь Артаксеркс дал письмо священнику Эзре, книжнику и знатоку заповеди Господних о его установлении для Израиля. Вот что гласило письмо». Ну, все понятно, да, то есть мы видим снова царское постановление, царский указ. Авторы этой книги постоянно подчеркивают, что все делалось в соответствии с волей персидских царей, которые сменяли друг друга. Или, скажем так, не против, потому что в какой-то момент запретили строительство, но они потихонечку продолжали, просто потом объяснились. Очень важно, что вот здесь такой принцип мирного сосуществования с государственной властью не противоречить ей, но и не слушать ее там, где она запрещает то, что ты должен делать. Артаксеркс, царь царей Эзре, священнику и знатоку закону Бога Небесного и все прочее. Вот мой указ. «Всякие из израильского народа в моем царстве, включая священников и левитов, кто пожелает идти с тобой в Иерусалим, пусть идет. Тебя отправляют в царь и семь его советников расследовать, как исполняется в Иудее и Иерусалиме закон твоего Бога, который ведом тебе, и отвезти серебро и золото, которые царь со своими советниками пожертвовали, Богу Израиля, обитающему в Иерусалиме, а также все серебро и золото, какое соберешь в Иерусалиме, и какое пожертвуют народ и священники для Божьего храма в Иерусалиме». Вот, оказывается, и царь делает свои вклады, и это все не просто с пустыми руками его отправляют, но он действительно несет эти богатые дары. «На эти средства незамедлительно купи быков, баранов, ягнят, зерно и вино для жертвоприношений, которые ты принесешь на жертвенники Божьем в Иерусалиме. А с остатками этого золота и серебра ты и твои братья можете поступить, как заблагорассудится вам по воле вашего Бога. Утварь, которая передана тебе для богослужения в храме вашего Бога, всю поднеси Богу в Иерусалиме. И что еще понадобится для храма твоего Бога, и что сочтешь нужным, бери из царских сокровищниц». Вот такая кредитная карточка ему дана без лимита. Он может что угодно брать, и нам это кажется таким расточительством, но для персидских царей, у которых огромная держава, это какие-то очень второстепенные траты. И может быть бывает так, что тратясь на какой-то очень незначительный проект где-то на окраинах своего государства, цари на самом деле делают главное вложение в свои жизни. Что еще строил Артаксеркс? Ну, много чего строил. Мы в исторических хрониках этого действительно можем насчитать. Немало, но главное, что он построил, при нем построили, при его попечительстве, при его финансовых очень мощных вложениях. Это был храм в Иерусалиме. Наверное, он так про это и не думал. Он там дворцы строил, крепости, еще какие-то важные сооружения. Вот мой царь Артаксеркс и указ всем казначеям Заречья. Заречья – это большая провинция к западу от Ефрата. Что не попросит у вас священник Эзра, знаток закона Бога Небесного, давайте ему неукоснительно серебра до 100 талантов, талант – это 30 с небольшим килограммов, зерна до 100 коров, вина до 100 батов, масло до 100 батов, фасоли без счета. То есть какие-то лимиты есть, я не прав, что безлимитная карта, но очень высокие. Для храма Бога Небесного все должно делаться в точности, по указу Бога Небесного. Не то прогневается он на наше царство, на царя и его сыновей. Еще извещаем вас, что ни священники, ни левиты, ни певцы, ни привратники, ни храмовые служители, ни кто другой служащих при храме не должны обременяться под этими налогами или сборами. Это вообще очень щедро, да, то есть освобождены от налогов все священнослужители. Все, не только священники, но все, кто хоть как-то в этом храме присутствует. «А ты, Эзра, по мудрости, которая у тебя от твоего Бога, назначь у правителей и судей, чтобы они судили весь народ за речи, которому ведомы законы твоего Бога, а тех, кому неведомы, научите. И кто не исполнит божий закон или царский закон, подлежит неукоснительно суду, и пусть его приговорят или к смерти, или к изгнанию, или к отнести имущества, или к заключению». Ну, то есть царь поддерживает этот божий закон. Пусть он остается только вот там, в Иерусалиме, в Иудее, не шире, но тем не менее он понимает, что это будет лучше, чем его отсутствие. И дальше краткая молитва автора. Причем автор, похоже, Эзра. Мы не знаем, до того писал ли он, но вот здесь явно, что он отвечает на это письмо. «Благословен Господь, Бог Отцов наших, это Он, положил на сердце царю желание украсить Господний храм в Иерусалиме, и мне даровал милость перед царем, его советниками и могучей царской знатью. Укрепил меня Господь мой Бог, и собрал я предводителей Израиля, чтобы пойти вместе с ними». Вот это явно его реплика, и дальше мы читаем уже его личное такое описание своего путешествия. В восьмой главе мы прочитаем перечень имен. Слово будет немножко скучно, но что поделать, для них это было важно.